Всем привет! С вами Анна Дергаусова. Ну и денек был 5 сентября в разные годы. Вот с чем у вас ассоциируется сентябрь? Да-да-да, осень, очи очарования, желтые листья, скрипящие под ногами, начало учебного года. А про уборку картошки забыли? А вот в 1975 году этой урожайно-животрепещущей теме аж первую полосу посвятили. Ровно 63 года назад газета «Знамя коммунизма» со своих страниц призывала ангарчан отправиться в поля на помощь селянам. Колхозники области вырастили в этом году богатый урожай. Долг трудящихся нашего города – помочь им быстро и без потерь убрать этот урожай, успешно выполнить государственный план хлебозаготовок. Вот они – герои-горожане, которые в страдную пару поехали в колхоз и работали там стахановскими темпами. Но были и антагонисты – некоторые хозяйственные руководители, которые не отправили в помощь труженикам села ни одной машины. Среди антигероев в статье фигурируют товарищи Т.И.Х. Благодаря им колхоз недосчитался целых пять машин. Но не картошка единой жил в этот день ангарчанин. 5 сентября 1954 года жители улицы имени Покрышкина требовали воды и света. К моменту публикации коллективной жалобы коренные покрышкинцы прожили без водопровода и капитальной электролинии четыре года. Четыре! Вот это терпение у людей. Переносимся в 1970 год. 5 сентября ангарчан торжественно оповестили, что скоро в Советский Союз приедет высокий гость. Нет не солнечного дележана, а из дружественной Индии. И никто иной, как сам президент Варахагири Венкатагири. О чем же была статья? Да, собственно, ни о чем. Биографии индийского главы государства с труднопроизносимыми ФИО – родился, женился, избрался. А теперь год 1996-й. И что там на первых полосах? Говоря языком современным – печалька. Смотрите сами. Состоялось заседание Думы Ангарского муниципального образования. Исполняющий обязанности заместителя мэра Галина Пугачева сообщает – нет, это надо процитировать. Прибыль предприятий по городу уменьшилась в целом в 4,5 раза. Доходная часть городского бюджета выполнена в первом полугодии лишь на 35%. Ухудшилось положение транспортных предприятий, а работники жилищно-коммунальных служб города находятся в предзабастовочном состоянии. Вывод, который делает автор статьи, звучит в трагическом минорном ключе. Положение продолжает оставаться критическим и все более ухудшаться. Ну что тут добавишь, лихие 90-е? Поэтому предлагаю вернуться в 1954-й. Внимание, лирическая пауза. В газете опубликовали стихи ученика 10-го класса В. Братенши. Река сквозь горы и поля, звеня хрустальную волною, Есешь прохладу ты с собою, И напоенная тобою кругом цветет земля. На этой лирически-поэтической ноте позвольте откланяться. Таким было 5 сентября в истории Ангарска. Если же у вас есть интересные исторические факты, которые происходили в сентябре в разные годы в нашем городе, пишите комментарии на нашей странице в соцсетях или приходите к нам в редакцию. Кто знает, возможно, через 50 лет эти комментарии тоже появятся в какой-нибудь телевизионной рубрике. В общем, оставляйте весточки из прошлого и пусть история Ангарска живет. Всего вам доброго. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok